здравствуйте сегодня мы с вами объединяем наш перед и спинку и формируем рукавчик посредством нескольких убавок в оригинальном описании это делается следующим образом на передней полочке на переде будем говорить убавляется сначала две петли доходите до конца ряда разворачиваете вязание и в изнаночном ряду тоже убавляете 2 петли но я надеюсь что вы знаете как это делается если не знаете то вы провязываете первые 2 петли лицевой вместе возвращаете петлю на левую спицу и еще раз провязываете 2 петли лицевой то есть вот вы убрали 2 петельки доходите когда вы здесь тоже сделали убавки в конце ряда вы доходите обратно сюда в изнаночном ряду делаете одну убавку и снова точно также с этой стороны делайте одну убавку вот мы убавили один раз две петли второй раз одну петлю точно также вы убавляете на спинке далее вы соединяете перед и спинку и вяжите по кругу обе детали еще такой момент если вы вязали как и я айкорд сразу же то когда вы делаете вот эти убавки в начале две петли когда вы убираете я вам советую сначала провязать все три петли айкорда как одну то есть убавить их и потом еще убавить две петли вот так вот то есть три петли не не считайте их как три петли считайте три петли айкорда как одна вот теперь почему я сделала по-другому у меня очень скользкая пряжа но очень скользкая и мне прятать кончики лишний раз не хочется поэтому ну скажем так я выбрала способ ленивых я убавила и я вам сейчас во второй части этого видео вы все увидите наглядно как это все я делала да может быть это как бы кустарно но еще раз повторяю если вы хотите вязать по оригинальному описанию сделайте так как я сказала в начале видео вот но я вам просто предлагаю альтернативный способ а вы уже смотрите воспользоваться им или нет и вот я начале видео вам хочу показать как выглядят у меня вот эти подрезы подмышки но тут подрезов нет как таковых подмышки будем говорить моим способом когда вот я убавила моим способом вот так она может быть не идеально дырочки здесь небольшие есть но это все будет во первых первых подмышки этого не будет особо видно тем более что когда постирается полотно немножко вытянется как-то разровняется и вот второй хочу вам показать вот ну и вот так выглядит 2 но здесь я просто вижу magic лупом и у меня здесь расстояние между петельками поэтому вот видите вот здесь небольшая дырочка но опять же я повторяю что я когда буду проводить в это я во первых перед этим крючочком тут немножко по подтягиваю и все это скроется так что девочки смотрите решайте я никого не призываю делать строго так как я потому что мой способ это альтернативный все а теперь милости прошу к просмотру и дорогие мы с вами подошли к моменту когда будем вывязывать пройму вот у нас такая ажурная кокетка провязали мы нужное количество сантиметров вниз ну сантиметров или рядов у меня высота вот это проймы 18 сантиметров я только что по своей футболке посмотрела что там точно такая же высота то есть мне этого достаточно вы точно также можете взять свою вещь которая вам удобно померить там высоту пройма на то есть вот окружность рукавчика у подмышки до у начала руки и прикинуть для себя если нужно лучше провяжите еще несколько рядов переда и спинки потому что мы здесь закроем а потом уже не вернемся к этому момент смотрите какие я вам предлагаю варианты либо можно снять вот эти три петли айкорда вот они на булавочку или на майк маркер с одной стороны с другой стороны и оставить их потом просто триготажным швом сшить но я так заморачиваться не хочу я сейчас их методом трех спиц вот таким вот образом повернув лицо к лицу мое вязание я закрою их их и еще две петли эти три петли 3 петли айкорда для того чтобы здесь не расширялась вот это полотно чтобы это был такой ну как бы айкорд и оставался я закрою как одну петлю то есть вы знаете что мы часто айкорд вывязываем из одной петли вот я их и закрою как одну петлю здесь и одну петлю здесь сразу же все три петли ну давайте перейдем к делу единственная я вот эту первую петлю сейчас разверну в другую сторону чтобы мне ниточка не вперед смотрела а туда внутрь так вот и еще я думаю что удобнее будет это делать крючком подхватываем три первые петли на первой спице и 3 аккуратненько чтобы не расслоить ниточку так три первые петли на 2 сделать это не просто но надо постараться и протягиваем ой и протягиваем нашу петлю фух девочки так я это сделала сбрасываем со спицы со спиц вернее провязанные петли так айкорд мы убавили теперь а теперь просто ну как бы провязываем как обычно методом трех спиц возвращаем петлю на первую спицу берем первую вторую возвращаем петлю на первую спицу продеваем ну крючок в моем случае через нее и следующую петлю и первую петлю со второй спицы вот получилось вот мы убавили одну петлю нашего полотна айкорд я не считаю снова возвращаем петельку на первую спицу и продеваем крючок или спицу в нее и в следующую петельку на первой спице в первую первую петлю на второй спице и протягиваем ниточку вот вот мы убавили две петли теперь вот эту петлю я перевешиваю на вторую спицу там где у меня лицевые петли первую петельку с помощью которой вот которая была после убавок я снимаю и вяжу просто полотно лицевой гладью до конца ряда так я подхожу краю нашего вязания 3 петли айкорда нашего провязываем здесь у нас просто конец и 2 нитки прикладываем две спицы следите за тем чтобы вы той ниткой которая у которой вы только что вязали все это дело сделали вот эту ниточку может как-то натяните чтобы она не давала провисания петли так здесь тоже самое тут я тоже хочу развернуть вот эту первую первую петлю чтобы она смотрела как бы внутрь вот так поддеваем до 3 петли первые это три петли айкорда раз-два на первой спице и на второй спице сейчас мы вот так сделаем вот я подцепила вот провожу теперь через первые три фух есть и снимаем со спицы подтягиваем ниточку переводим на первую спицу все первые три петля и корда мы сняли слава богу теперь смысле провязали как одну и теперь убавляем как и в описании две петли первая так на первой спице нашу переснятую петлю и следующую и на второй спице первую петлю все провязали сняли и второй раз подцепили здесь 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 и сняли вот вот собственно мы и сделали первые убавки первые две петли с каждой стороны мы убавили теперь дальше продолжаем вязать по кругу лицевыми петлями и дойдем до конца ряда я вам скажу что делать дальше так мы подошли к месту где мы делали убавки наши в первом ряду дома убавили 3 петли айкорда сразу же одной петлей и затем две петельки из переда из со спинки и вот последняя петля переда скажем так центральная петля это та которая получилась при убавках и первая петля спинки смотрите как я делаю опять же не призываю вас делать именно так потому что ну вы можете просто делать как по описать значит я сделала накид после вот этой петли скрещенной и теперь я провяжу все четыре вот эти петли вместе то есть мы убавляем одну петлю вторую петлю и вот этот накид у нас остается из этих четырех петель одна петля вот так ну на мой взгляд это будет смотреться более менее более менее аккуратно здесь такой большой дырки не будет на опять же напомню это у нас подмышки так что будет нормально сейчас я провяжу несколько рядов и покажу вам как выглядит это как это смотрится мне тут помогает все убавки уже сделаны вот я подхожу к месту где у меня были у бабочки последние сделаны вот это подмышка подрез видите у меня здесь петли растянуты и сейчас здесь наверное подниму на опущусь на пару рядов подниму в виде скрещенной петельки петлю провяжу вот так раз лицевой второй раз подниму лицевой вот у меня поднято видите из где-то на пару рядов ниже петля чтобы тут не было большой дырки и сейчас я провяжу в ее вместе с той петлей которая образовалась после убавок вот ну вот так мне кажется как-то более и менее вот девочки тут уже как говорится крючок кручу верчу как могу ну вот так вот получилось когда все это я еще потом крючочком подтяну я еще потом крючочком мы или спицей все здесь подтяну что было ровненько не было больших дырочек и после этого это будет незаметно но у меня скользко очень пряжи поэтому она вот так вот ну и вот девочки наш подрезик вот таким образом он выглядит меня принципе устраивает то что получилось вы смотрите сами теперь мы вяжем вниз в моем случае на размер м нужно провязать 43 сантиметра от ажурного края то есть от момента где мы набирали лицевые петли 43 сантиметра вниз по кругу лицевой гладью и теперь девочки у меня такой к вам вопрос в этом оригинальном описании указано что по спинке нужно делать немецкие укороченные ряды в самом конце чтобы спинка была как бы слегка удлиненно и я так понимаю закруглена напишите пожалуйста нужно ли это делать потому что я себе этого делать бы не хотела то есть я хотела бы просто ровный край очень жду ваши комментарии